Подарок на века получили в Петербургской Александро-Невской лавре. Братья и горожане теперь могут любоваться новой мозаичной иконой на одной из стен в Каре обители. Святые лики Александра Невского и его брата Фёдора Новгородского созданы при участии Благотворительного фонда социальной реабилитации инвалидов «Кедр». Подробности далее. Соседство святых Александра Невского и Фёдора Новгородского, братьев по крови, редко встречишь в пространстве одной иконы. Но здесь, у южных врат Александра Невской лавры, рядом с Фёдоровской церковью, иначе и быть не могло. Четыре с половиной квадратных метра мозаичного искусства – подарок братьям, которые ждали. Я могу сказать, что я только одну маленькую частичку положил в эту мозаику. Ну, конечно, мы, братья, молились за то, чтобы это осуществилось. И вы видите, что наши скромные молитвы услышаны. Сегодня прекрасный день, не похож на Петербург. Но вы знаете, вот иконы такого типа, они не боятся ничего. Они никогда не выцветут, они всегда будут радоваться своей новизной, своими красками и будут обращать на себя внимание. Презентация иконы состоялась в дни памяти перенесения мощей небесного покровителя Санкт-Петербурга. Изображение Александра Невского с Фёдором Новгородским положит начало целой серии мозаичных икон с лаврскими святыми в этой части монастыря. Мозаика, она разных размеров, потому что, когда я моделировал образ Александра Невского и Фёдора, она совсем маленькая была, потому что у меня там и зрачки, и есть блик на глазах. Всё это, как говорится, большими не сделаешь, кусками смальты. Это всё надо маленькими, надо подобрать. И проблема была в том, что икона всё время была горизонтальна, она лежала. Дотянуться до лика с одной стороны можно было, с другой нельзя. Поэтому я эти лики делал кверх ногами. Почти год трудились члены художественной мастерской НИКО над этим образом. В работе помогали 15 художников с ограниченными возможностями здоровья. И теперь они уже приступили к созданию следующего произведения. Перед нами как раз-таки сейчас Ксения Блаженная. И сейчас, в данном случае, я занимаюсь выкладкой фона. И как раз-таки вплотную выкладывая как раз-таки эти бруски и подбирая нужный смальтовый брусочек, чтобы избавиться от щелей. Ребята, которые в свою жизнь впустили творчество и почувствовали удовлетворение от этого, понимаете, эти ребята в жизни уже не пропадут. Благотворительный фонд социальной реабилитации и поддержки инвалидов Кедр много лет ведет работу ради адаптации и трудоустройства людей с физическими ограничениями. За годы работы мастерство подопечных фонда выросло от сувениров декоративно-прикладного искусства до монументальных произведений.